В 4 минуты, 19 секунд в первую ряду. Показываем победу! В последнее время! Магомед Эккалайя! Магомед, расскажи, как себя чувствуешь после боя? У тебя есть облегчение, потому что, по сути, весь этот год у тебя был связан с Ионом Куцелабой. Но больше других соперников вообще нет. Да, я так хотел, чтобы это будет окончился. Сейчас доволен результатом. Так что сейчас мы можем что-то отдохнуть. Так как подготовка была очень долгой, будем сейчас отдыхать. Вот в течение этой недели, несмотря на то, что уже, по-моему, четвертый раз мы пытались организовать реванш, Иона не было видно вообще нигде за пределами номера. И были там слухи, что непонятно, что с ним. Вот ты знал, что с ним там все нормально, или знал ли ты наверняка, что реванш этот состоится вот на этих игроках? Там были разговоры, что там снимается. Я думал, опять что ли снимается. Там за минуту же находили. Ну, в конце мне сказали, что будет состоится. Уже стопроцентно будет, он тратся. И поэтому уже настраивался только на него. Ты читал то, что он вчера говорил, то, что, мол, он тебя там вынесет? Были такие у него слова или нет, не обращено? Нет, я не читал. Он много чего может говорить. Это его работа говорит. Здесь виси смотрят. Кто много говорит, на того смотрят. Поэтому у нас между ними нет такого личного по другу неприязна. Поэтому он делает свою работу. Но ты, в принципе, не сторонник трэш-тока, да? То есть ты вот не готов перед боями? Не, я-то, не знаю, у меня не получается там говорить, как у всех. Я тихо делаю свою работу в клетке. Но и все любят говорливых-то, нет? Как таких, ну, которые много говорят? И все любят? Да, да, здесь любят шоу. Поэтому у меня чуть не получается это делать. Но зато получается нормально тратся. Так что будем двигаться. Вот в конце первого раунда, когда ты понял, ну, в какой момент ты понял, что он уже все? То есть были еще удары, которые ты уже понимал, что они лишние? Скажи так. Нет, я не думаю, что лишний удар был там вообще. Вот на земле, когда он лежал. То есть это просто, ну, так скажем, ты его отключил уже какими-то ударами или... Как я его отключил, по-моему, я не добивал. Что, о чем говорили после боя сразу в клетке? Ну, ничего не говорили. Он признал поражение, да. И поблагодарили друг друга, и все. Ты сейчас 11-й номер в рейтинге. Есть ли у тебя мысли о том, чтобы подраться дальше с кем-то, кто повыше тебя, скажем так, потому что Иона пока в рейтингах, по-моему, на данный момент даже нет? Да, конечно, наша цель вершина. Мы будем двигаться вперед. Посмотрим, кого дадут UFC. Я думаю, из топ-5 кого-нибудь дадут, наверное. Посмотрим. Или Энтони Смита, или Шоган Роа. Это ветеран, или этого в этом спорте. Поэтому мы посмотрим, кого дадут. А как быстро и готов выйти на следующий бой? Подготовка была очень долгая. Почти полгода я тренировался, готовился. Поэтому я думаю, мне надо что-то отдыхать. Хотя бы два месяца. Ну, через три месяца уже, я думаю, можно вернуться. Получается, в следующем году, да? Да. Да, да, в начале следующего года, скорее всего. Как думаешь, Джонни Уолкер был бы прикольным соперником? Ну, такой необычный. Скажи, скажи, тебе был бы он интересен? Нет. Почему? Потому что он уже проигрывал. Я хочу драться с теми, кто еще не проигрывал, кто выше стоит. Поэтому, ну, кого мне UFC дадут, того уже я как-то не могу выбрать себе соперника. Поэтому, если UFC дадут, то, конечно, не безраведен, с кем подраться. Цель у нас свершена, так что мы двигаемся к ней. На 50 тысяч долларов рассчитываешь сегодня? Ну, пока не думаю об этом, еще бои впереди. Только, только, главное, кард начался. Поэтому, если дадут, будет, если нет, нет. На что уйдут эти деньги, если вдруг они появятся? И на что вообще у тебя есть вот что-то, на что ты сейчас точно знаешь, что потратишь гонорар? Нет, ну, я думаю, на благое пойдет. А вот после этого боя есть такое ощущение, что какой-то груз вот с плеч спал, что уже все закончилось и действительно точка поставлена? Да, конечно, это уже... Я сейчас могу спать спокойно. Я даже элементарно не видел своего инстаграма. Поэтому я готовился, усердно хотел поставить точку. Так что мы поставили точку, что с тобой будем двигаться дальше. Будешь смотреть Хабиба? Есть ли шансы к Хилл Герджу? Смотреть бой? Да, да, да. И, может, прогноз какой-то, да? Ну, бой смотреть будем. Будем болеть за Хабиба. Ну, так что прогнозы там, я прогнозы не даю особо. Ну, так что, я думаю, Хабиб сделает свою работу. Спасибо. Спасибо. У Спорт24 появилось новое приложение. Там вы сможете следить за мной и за всеми остальными бойцами. Ключевое за мной. До сих пор. До сих пор. Продолжение следует...